Давайте попробуем поставить какие-то точки над «и» на тем, с чем мы имеем дело в этот раз. Вы сделали два очень важных комментария, касающихся вот этих сообщений. А первое, сравнили то, что происходит сейчас с тем, что происходило полгода тому назад, в марте-апреле. И это важно, это у нас будет точка отчета, мы не раз вернемся к этому. И второе, упомянули время, в течение которого развивается вот этот, назовем его пока, кризис. У нас есть точная дата, когда он начался. Он начался 30 октября. То есть, вот сегодня у нас 12 ноября, то есть еще даже двух недель не произошло, не прошло. Что произошло 30 октября? 30 октября газета «Вашингтон-Пост» написала, опубликовала статью, в которой говорила о том, что происходит концентрация российских войск на украинской границе. На следующий день, вообще, значит, собственно говоря, вот откуда мы знаем о том, что происходит? Узнаем это из сообщений средств массовой информации. Какие средства массовой информации сообщили об этом? Мы точно знаем. 30 октября «Вашингтон-Пост», на следующий день «Политика», на следующий день журнал «Форринг-Полиси», немного позже «Сиэмэн». Ну, вот, собственно говоря, эти главные источники. Что объединяет все эти источники? Это источники, это американские источники, это американские источники, которые связаны с демократической партией, с нынешней администрацией в Белом доме. Показательно, что ни один другой источник, связанный с другой политической партией, или нейтральный, или не связанный ни с кем, и не в Соединенных Штатах, об этом не сообщили. Об этом не сообщило там ни Франкфуртер Альгемайнен, ни Файнэншал Таймс, ни какой-нибудь Фигаро. Мертвая тишина. Никто из других средств массовой информации об этом не сообщил. Это первое. Второе, что интересно. Если Вашингтон-Пост не размещала никаких фотографий, то политика разместила фотографии, если я не ошибаюсь, три фотографии. Три фотографии танков, орудий, бронетранспортеров, БМП на военных базах. Соответственно, в Гельне, в Брянске, что-то там под Курском или где-то и так далее. Чем интересны эти снимки? Первое. Когда происходила кризис, подобный кризис, происходил полгода тому назад, помните, сколько у нас было таких снимков? У нас были сотни снимков. У нас были десятки видеоматериалов, которые показывали, как эшелоны идут с танками, эшелоны идут с боевой техникой, куда идут, в каком направлении, пока неизвестно было. Но об этом были сотни сообщений свидетелей, которые говорили через нашу деревню, через наш город, проходят колонны и так далее. Показывали фотографии, показывали видео. Что у нас сейчас? У нас нет ни одного сообщения с территории России, ни одного, ноль. Ни один свидетель с территории России, который только что, шесть месяцев тому назад, размещали в социальных сетях десятки и сотни своих свидетельств, не сказал о том, что через деревню, город, проходит какая-то военная техника. Никто не показывает транспорты, никто не показывает эшелоны, ничего этого нет. Это раз, значит, три фотографии против десятков и сотен видеоматериалов. Второе, даже уже будет третье. Когда в предшествующий случай накопления войск нам демонстрировали какие-то факты, какие-то фотографии, обычно показывали, вот фотография на вчерашний день, а вот фотография на позавчерашний день, а вот фотография на два дня тому назад, а вот на неделю назад, а вот на месяц назад, а вот год назад, а вот как было пять лет тому назад. И говорит, вот здесь был лес, а тут поляна, а теперь на этой поляне ограждение, а теперь на их ограждение военная база, а на этой военной базе теперь танки, самолеты и так далее. Вопрос. Где сравнение, где фотографии, снятые в разное время, поставленные рядом, вот это было неделю назад, а вот сегодня? Этого нет. Есть только фотографии, снятые, ну, допустим, в последнее время. А что было в этом же месте, допустим, месяц само назад? Может быть, там то же самое было? Нам это не показали. И это необычно. Потому что, например, в марте-апреле нам показывали такие фотографии. Нам показывали такие видеоматериалы. Когда было расследование, пик расследования МС-17, вы помните, там буквально не только по дням, а чуть ли не по часам, и по минутам, и по секунду, но показывали перемещение и того же БУКа. И то, что было на этом поле 16 августа, что появилось на этом поле 17 августа, и что осталось... июля, прошу прощения, 16 июля, 17 июля, 18 июля. Итак, а где у нас подобные документы, подобные материалы сейчас? Их нет. Далее, что интересно. Материалы, которые опубликовали вот эти близкие к нынешней администрации Байдена, средства массовой информации, являются, казалось бы, очень важными. Об этом все говорят. Об этом дикая такая поднята волна. А что Белый дом? Как на это реагирует Белый дом? Ответ. Никак. По этому поводу нет никакого заявления. Ни Министерства обороны Соединенных Штатов Пентагона, ни министра обороны, ни начальника американского генштаба. Комитет начальника штаба. Комитет начальника, ну да. А нет сообщений от пресс-секретаря президента Соединенных Штатов, госпожи Псаки. Нет заместителя пресс-секретаря. Ну, от Байдена, естественно, нет. Сравним с тем, что было шесть месяцев тому назад. Официальные лица делали заявления. Они говорили о том, что мы следим за этим, мы внимательно следим, нас вызывает беспокойность, мы предупреждаем, предпринимаем соответствующие шаги. Где подобные заявления сейчас? Их нет. Тогда, как вы помните, через некоторое время Байден позвонил Зеленскому. Были обсуждения и так далее. Звонит ли Байден сейчас Зеленскому? Нет, не звонит. Что интересно дальше? Полгода тому назад, как вела себя такая организация, как маленькая, некрупная, незаметная организация, как НАТО. Оборонительного характера, которая занимается тем, что внимательно следит за передвижением войск на территории России, со стороны России. Тогда, полгода тому назад, представители НАТО делали заявление. Многочисленные заявления о том, что это нагнетание напряженности, это очень опасно, делают соответствующие предупреждения. Всякие слова говорили в адрес Москвы, Путина, Кремля. Сейчас мертвая тишина. Ни одного заявления. Еще раз подчеркиваю, ни одного заявления от НАТО. Далее, как на это реагирует украинская сторона? Ну да, своеобразная. Украинская сторона сразу же говорит о том, что мы не наблюдаем концентрации российских войск на украинской границе. Это вначале сделал представитель Министерства обороны Украины, потом сделал начальник генштаба Украины, потом сделал министр обороны Украины, потом даже Зеленский это сделал. И Данилов даже это сделал. Далее. И Данилов это тоже сделал, да. И более того, с украинской стороны поступило заявление просто необычное вообще между такими странами, как Украина и Соединенные Штаты, и учитывая характер этих отношений. Они сказали, вообще это походит на провокацию, и нам непонятно, почему наши партнеры и друзья американцы занимаются дезинформацией. Это был один из комментариев буквально через два дня после этих публикаций. Почему, говорят? Потому что ничего подобного со своей стороны украинцы не наблюдают. Следует также обратить внимание, кого процитировало, каких экспертов цитировали средства массовой информации. Вот эти средства массовой информации, которые говорили о накоплении российских войск на украинской границе. В той самой статье Washington Post они цитировали господина Коффмана, Майкла Коффмана, который является преподавателем одного из учебных заведений здесь, в Вашингтоне, который по характеру своей работы в принципе не может иметь доступа к очень чувствительной разведывательной информации, которой бы обладали Пентагон, какая-нибудь разведка и так далее. То есть он может распоряжаться только тем, что ему дали. То есть, грубо говоря, тем, что ему слили. Он не является ни представителем ни Пентагона, ни ЦРУ, ни каких-нибудь национальной разведки. Нет. Он является преподавателем, экспертом и так далее. Он не является даже специалистом в области анализа фотографических материалов или видеоматериалов. Нами словами, он является в самом лучшем случае транслятором той информации, которую ему передали. Ну и кроме того, господин Кофман достаточно хорошо известен такой своей про-кремлевской позиции, про-путинской позиции по всем вопросам украинской повестки дня. Поэтому тоже как бы интересно обратить внимание, почему именно он оказался тем человеком, подчеркну, единственным экспертом, который процитировал Washington Post в своей первой статье 30 октября. Дальше возникает вопрос, а в последующие две недели, которые прошли, какие-либо военные эксперты подтверждали это? Ответ. Нет. Ни один военный эксперт не подтверждал, ни один военный эксперт не дал интервью или комментарий в том, что он согласен с этими выводами. Более того, есть несколько независимых военных аналитических компаний, организаций и отдельных людей, кто специализируется на сборе информации, на анализе фотоматериалов, видеоматериалов, на анализе материалов геолокации. Несколько из них опубликовали свои материалы в последние две недели. Все из них говорят одно и то же. Да, техника есть, да, вооружение есть, да, войска есть. Ничего необычного в поведении с их точки зрения по отношению к Украине не наблюдаются. Это не одно заведение, несколько, а это профессионалы, кто этим занимается. Те базы, которые оказались на снимках, находятся в зависимости от места, либо в 250, либо в 300 километрах от ближайшей украинской границы. Ну, главная база Ельни. Достаточно посмотреть на карту, посмотреть на сеть дорог, инфраструктуры, для того, чтобы, понятно, 300 километров это не супергигантское расстояние, и современная техника, военная техника, если военная колонна, ну, в течение суток это расстояние преодолеть, а именно крупная военная колонна. Понятно, отдельные машины это сделают гораздо быстрее, но если мы говорим о крупной колонне, о крупном передвижении, это сутки. Это не слишком большое время, тем не менее, это время. Полгода тому назад концентрация российских войск вдоль украинской границы происходила на расстоянии 20-30, максимум 50 километров. Это большая разница. И скрытное выдвижение границы или пересечение границы в течение часа, двух, трех, это одна история, в течение суток это совершенно другая история, особенно в современной ситуации. Далее. Буквально пару дней назад или три дня назад появилось сообщение о том, что движутся не просто войска, движутся танковые войска. И вот это не только 41-я вообще войсковая армия, но и 1-я гвардейская танковая армия пришла в движение. Естественно, мы посмотрели внимательно на то, какие танковые войска пришли в движение. Поясняется, один танковый батальон покинул полигон, где-то там находился, то ли вернулся на место, то ли не вернулся на место. Внимание, один танковый батальон. Это вторжение в Украину? Ну, в общем, мы с вами и наши зрители и слушатели понимают, что значит, с одним танковым батальоном там даже деревню, не каждую деревню возьмешь. Ну и, наконец, вишенка на торте вот за эти две недели. Кто еще поддержал версию о концентрации российских войск на украинской границе? Ну, наш известный байденовско-путинский пропагандист господин Швец. Но, поскольку господин Швец у нас регулярно занимается дезинформацией, особенно украинским направлением, то к его словам нужно всегда внимательно прислушиваться. Если господин Швец что-то говорит, то значит есть задача распространять соответствующую дезинформацию. Складывая все это вместе, опять-таки, обращая внимание, сообщение об этом только средств массовой информации без подтверждения из Белого дома, без подтверждения с украинской стороны, без подтверждения со стороны независимых военных экспертов, без каких-либо видео, фотоматериалов, которые подтверждают это, учитывая расстояние до украинской границы, учитывая размеры передвижения один танковый батальон, и учитывая, что никто даже из тех, даже учитывая отсутствие реакции со стороны ада, учитывая даже те, кто говорит об этом, говорят необычное поведение, но никто не говорит о том, что движение происходит в сторону украинской границы. Возникает вопрос, а происходит ли действительно концентрация российских войск на украинской границе? И пока у нас нет ни одного реального подтверждения, которое бы свидетельствовало о таком развитии событий. Что у нас есть перед нашими глазами? У нас есть то, что вы правильно или как бы по крайней мере иметь основание назвать дымовая завеса. У нас есть пропагандистская компания, которая привлекает общественное внимание к чему-то, подтверждение чему у нас нет. И тогда возникает вопрос, а кто проводит эту компанию и самое главное зачем? Давайте пока вот, если у вас есть готовые ответы, давайте мы их обсудим, если у нас пока нет готовых ответов, давайте попробуем посмотреть на то, что происходит дальше по другим темам, и может быть мы к этим вопросам. Смотрите, Анна Николаевич, допустим, будем исходить из допущения, что это действительно дымовая завеса, это организованная компания, выводы ваше право, вы об этом еще вернетесь, тогда, смотрите, ведь что последовало за этой информацией, которая вот так невнятно звучала, с непонятными отсылками, непонятными отсылками, последовал визит, например, главы ЦРУ Москву, Бернса, о нем мы уже в своих эфирах упоминали, это бывший посол Вашингтона в Москве, причем с его пребыванием связан, ну, в общем, не самый такой благополучный период, скажем так, для российского гражданского общества, он, в общем, игнорировал, это правда, я просто сам свидетель этого, вот, с каким-то ТЭФТом я там не раз встречался, а этот товарищ вообще ни с кем не встречался, его ничего не интересовало, но тем не менее, он сейчас глава ЦРУ, глава ЦРУ, и он прибыл в Москву, встречался с Патрушевым, это официальные протокольные были заявления, также с Нарышкиным, видимо, но по разным слухам, ничем не подтвержденным, это инсайды, это может быть чистый флут, но не исключено, что он встречался и с Путиным, о чем, конечно же, никто не сообщал, но когда глава ЦРУ прибывает в Москву, понятно, так сказать, куда, зачем и почему, то представить себе, что такой визит проигнорирован первым лицом, учитывая круг вопросов, которые можно обсудить с главой ЦРУ, ну, с трудом представляется, что такой встречи не было, но тем не менее, мы никаких подтверждений, прямых, косвенных, никаких других не видели, но допускаем, просто исходим из такого допущения, что это произошло. В официальной версии говорилось о том, что он приехал говорить именно об Украине, что касался его визит именно Украины, и как бы отсылки шли и разговоры шли, что в том числе о концентрации войск. На ваш взгляд, как это можно трактовать и что за этим можно увидеть со стороны наблюдателя, эксперта, так сказать, независимого, считаете ли вы, что это то ли продолжение все той же информационной кампании, этой дымовой завесы, изображение, что-то притворного концентрации войск, и в чем подыгрыш тогда со стороны такого человека, как Бернс, или же на самом деле обсуждались вопросы, и дымовой завесы была вообще круп тем, касающаяся Украины, а может быть, там обсуждалось что-то другое, как по-вашему? Марк, давайте мы обсудим визит господина Бернса в Москву более подробно, но прежде чем мы перейдем к нему, я напомню еще один пункт, который я считаю важным дополнить нашу первую часть, часть, касающаяся концентрации войск. Когда мы говорим о реакции Украины, украинских официальных властей, мы понимаем, что Украина это последняя страна, которая была бы заинтересована в сокрытии концентрации российских войск на украинской территории. То есть, вот уж если кто в наименьшей степени заинтересован в том, чтобы скрывать эти факты, как-то выставлять их в качестве несуществующих и несерьезных, это как раз Украина и как раз украинские военные. Более того, мы помним, как украинские военные вели себя в марте-апреле этого года, полгода тому назад, когда каждый день были постоянные брифинги, пресс-конференции, сообщения ГУРа, выступления представителей военных в Верховной Раде, постоянные рассказы о том, какое количество войск уже потянуто, где они находятся, сколько еще ожидается, какие тактические группы. Постоянно украинские высокопоставленные лица обращались к Соединенным Штатам, к НАТО с просьбой оказать помощь, поддержку информационную, денежную, какую угодно. Сейчас этого ничего нет. Более того, тогда на эти обращения со стороны Украины Соединенные Штаты реагировали, как мы постфактум узнали. Они стали формировать определенный пакет военной помощи, они начинали какие-то поставки, они начинали что-то делать, они увеличили финансовую сторону военного сотрудничества. Ничего этого сейчас не происходит. Никаких намеков по этому поводу нет. А Остин, который вот только что посетил Украину, несколько, пару недель назад или три недели тому назад, действительно критиковал Москву, действительно критиковал Россию за прошлые военные кампании, военные кампании против Грузии, против Украины, которые были в прошлом, но не за нынешнюю концентрацию войск. Интересное явление получается. Те люди, которые напрямую отвечают за это направление, никаких угроз не видят, как с одной стороны, так и с другой стороны. Но эту угрозу увидели Вашингтон Пост и политика. То есть вот Остин не увидел, кстати говоря, господин Бернс, директор ЦИРУ, тоже ничего не сказал. Публично. Публично, по крайней мере. Публично, да. Ничего не сказал. То есть Вашингтон Пост, политика и журнал Foreign Policy знают больше и лучше, и они больше беспокоятся о международной стабильности и безопасности Украины, чем люди, непосредственно занимающиеся этим, Министерство обороны Украины, Министерство обороны Соединенных Штатов и так далее. Теперь возвращаемся к господину Бернсу. Это очень интересно, потому что о визите Бернса первым сообщили, как это не покажется странам, российские источники. Вначале об этом сообщил сайт господина Патруша, Совета безопасности, потом сайт службы внешней разведки Нарышкина. И эти сообщения были предельно короткими. Состоялись встречи по одной строчке. Штаты отреагировали позже, через два дня, три дня, пять дней, через пять дней и СНН опубликовала статью, в которой утверждалось, что господин Бернс был направлен господином Байденом, президентом Соединенных Штатов Америки в Москву для того, чтобы предупредить Москву против концентрации российских войск на украинской территории. Как мы знаем, как мы это установили в первой части нашего разговора, концентрации российских войск на украинских границах не происходит. И тогда получается, что публикация СНН, осуществленная через пять дней после завершения этого визита, выполняет ту же самую роль, роль дымовой завесы. Она говорит постфактум о том, чего, скорее всего, не было. Более того, некоторые наблюдатели стали говорить о том, что Бернс был внезапно направлен к Байдену, для того, потому что стали накапливаться войска, вот, значит, поэтому такая серьезная обстановка, поэтому срочно надо было направить директора ЦРУ для того, чтобы предупредить Путина, чтобы он этого не делал. Если нужно кого-то предупредить, для этого не надо направлять никого из Москвы в Вашингтон. Это не 18 век, когда надо было отправлять Гонза с поручением, который переплывет и перевезет соответствующую депешу. Если необходимо кого-то предупредить, достаточно пользоваться всеми современными средствами коммуникации, которые есть в распоряжении всех лиц и в Москве, и в Вашингтоне, и в других столицах. Более того, если хотят предупредить, для этого не предупредить, не предупредить, не предупредить, налицо, и следить с того, что хотят не пугать и не угрожать, а хотят договариваться. Потому что если нужно ревкнуть, для этого достаточно снять трубку телефона и это сделать. Если же хотят договариваться, то трубки телефона оказывается недостаточно. Надо услышать реакцию другой стороны, нужно предложить свои другие аргументы, нужно предложить разные варианты, нужно обсудить, возможно, даже не сразу, можно провести следующую встречу, третью встречу. Это требует переговоров. Дальше выясняется, что, между прочим, Марк, могу и вас спросить, вы можете вспомнить, когда последний раз директор летал в Москву? Это вот точно не было ни в десятых, ни в нулевых. Ну, вы согласитесь с тем, что поездка директора ЦРУ в Москву это, ну, скажем так, нечастое явление. Вот как минимум нечастое явление. А потом именно в Москву, почему не на нейтральной территории? Как это было и у Милии и Герасимова? В частности, в Женеве, в той же. Ну, это, да. И это тоже, да. Теперь давайте посмотрим, значит, вот, когда, тут вот, когда нам говорили, что вот это в последний момент, ну, в последний момент директор ЦРУ не летает. Для этого необходима серьезная подготовка. А потом Вернс прилетел в Москву не на один день. Он был там два дня. А это тоже необычно. Потому что американские высокопоставленные лица, вот, например, там, даже там, вот, когда госсекретарь в предыдущие сроки прилетал в Москву, он обычно прилетает на день. Он либо прилетает в ночь, ночует в американском посольстве, утром проводит встречи и вечером или в ночь улетает. Он не остается даже ночевать в Москве. А тут никто-нибудь, не госсекретарь, а целый директор ЦРУ прилетел в Москву, двое суток находился там и ночевал, ну, допустим, предположим, в американском посольстве, если ночевал там. Кстати говоря, говорит, по официальным данным он с Путином говорил по телефону. Вы согласны, что что-то за этим есть, что вполне могли встречаться? Ну, если он, понимаете, если бы он находился в течение одних суток в Москве, то тогда слетать в Сочи, где в это время находился Путин, было бы достаточно накладно. Однако, если он находился двое суток, то для того, чтобы, допустим, слетать в Сочи и вернуться, и из Москвы опять же вылететь, теоретически это возможно. Мы этого не знаем. Мы пока будем придерживаться официальной точкой зрения, согласно которой Бернс находился в Москве двое суток и провел, согласно опять-таки официальным данным, встречу с двумя людьми, Патрушевым и Нарышкиным, и совершил один телефонный звонок Путину. Но возникает вопрос. Для того, чтобы провести эти две встречи с Патрушевым и Нарышкиным, и совершить один телефонный разговор Путину, для этого не нужно на двух дней. Абсолютно. Это просто не нужно. Достаточно трех-четырех часов. Обычно встречи деловая два-три-три часа. А чего нам разговаривают? Хорошо. Не, нет. Мы не знаем еще, мы к этому придем, но мы хотим сказать, что если даже самые длинные переговоры, даже если они идут там пять или даже как шесть часов, как Миллер разговаривал с Герасимовым, ну хорошо, он шесть часов поговорил с Патрушевым. Отдельный вопрос о чем. Сделали перерыв, и дальше еще 5-6 часов поговорил с Нарышкиным. Опять-таки непонятно о чем. Все это укладывали в течение одного дня. И в промежутке он поговорил еще с Путиным. Для этого не нужно находиться на территории Москвы двое суток. Да, это странно. Теперь возвращаемся к вопросу о том, как часто директорация РУ летает в Москву. Вот госпожа Анжела Стэнд, это профессор сейчас Джорджтаунского университета, человек, который служил в национальной разведке Соединенных Штатов Америки в 4-6 годах при Буше, которая позиционирует себя как имеющий разные специальные контакты и получает разную информацию, к которой очень хорошо относится Владимир Владимирович Путин. По крайней мере, госпожа Стэнд оказалась единственным человеком, к которому Путин так нежно отнесся во время недавнего Алдайского форума. И когда госпожа Стэнд там не находилась, она по скайпу связалась с господином Путином. Не бывало явление. Все другие были приехать в Сочи и встречаться. Госпожа Стэнд осталась у себя дома. И с ней связались по скайпу. Она задавала вопрос, а в конце концов господин Путин сказал, «Ох, как жалко, что вы сюда не приехали. Я по вам соскучился». Это необычное проявление чувств со стороны Владимира Владимировича. Так вот, госпожа Стэнд дала интервью «Голосу Америки» пару дней тому назад, в котором она сказала о том, что «Да что вы обращаете внимание на эти визиты директоров ЦРУ?» Это обычное явление. Совершенно нормальное, ничего особенного здесь нет. Вот смотрите, во времена Трампа два директора ЦРУ встречались с русскими партнерами. Но они не летали в Москву. Во-первых, два директора ЦРУ не встречались с русскими партнерами. Госпожа Стэнд дала своего собеседника и всех читателей этого интервью заблуждение. Со стороны ЦРУ встречался с российскими партнерами только один директор, господин Майк Памтео. Это было в январе 2018 года. Больше на уровне директора ЦРУ с партнерами из России на уровне директора ЦРУ никто не встречался. Госпожа Джина Хаспел, которая стала директором ЦРУ после того, как Пампео перешел в госсекретаря, Джина Хаспел не встречалась со своими партнерами из России. Джина Хаспел не встречалась со своими партнерами из России, когда она была заместителем Пампео в ранге заместителя директора ЦРУ. Но это не два директора ЦРУ. Это один директор и замдиректора ЦРУ во время одной встречи. Это совершенно разные вещи. Второе, и вы совершенно правы, эта встреча происходила в Вашингтоне. Кто ж ездит-то? В который прилетели Бортников, прилетел Маркин и прилетел начальник группы Коробов. Да. В Москву Помпео в рамке директора ЦРУ не летал. И, соответственно, и это очень важно, получается, их было не два, а один. Это было не в Москве, а в Вашингтоне. И третье, это совершенно не рядовое явление. Дело в том, что, возвращаясь к этому, у нас, если я не ошибаюсь, наши внимательные зрители, слушатели, если найдут что-то дополнительное, нам подкинут в комментариях, скажут, что если что-то мы пропустили. Но, если я не ошибаюсь, за все время директора ЦРУ летали в Москву четыре раза. Ну, то есть, три раза до этого и четвертый раз вот сейчас слетал Бёрнс. Первым был Джордж Теннет, который это сделал летом 2000 года. Затем это сделал Брэннон. Он сделал это в 2013 и в 2016 году. И, наконец, это сделал сейчас Бёрнс. Что объединяет все эти четыре визита? Марк, что вот? Вот даже то, что он мне сейчас сказал, вы можете тут же сразу отреагировать. Что является общего? Ну, понятно, что они ездили по нужде уже договариваться. Вы это имеете в виду. Я правильно понимаю? Вынуждены были ехать? Я имею в виду то, что госпожа госпожа Стэнт нас опять попыталась вести в заблуждение, сказав, что это нормальное явление. И во времена президента Трампа это было совершенно обычное явление. Дело в том, что во времена президента Трампа директора ЦРУ не летали в Москву. Во времена президента Буша не летали в Москву. Только при Обаме, я понял, и при, собственно говоря, теперь Байдене. При Клинтоне... Ну, Клинтон все-таки другие времена были совсем. Ну, совсем другие времена. Еще раз. Директора ЦРУ летали в Москву при А. Клинтоне, Б. Обаме и Ц. Байдене. Это все три демократических президента. А при республиканцах они ни разу этого не делали. И это, кстати, интересно. Мы теперь уже можем рассматривать как раз вот это утверждение о том, что это совершенно обычное явление, как еще одну дымовую завесу, как попытку ввести в заблуждение некую манипуляцию общественным мнением, потому что мы видим некоторое, как говорят наши англосаксонские друзья, pattern. Некое правило, некое повторяющееся событие. при демократических президентах директора ЦРУ летают в Москву и общаются с своими партнерами. А при республиканцах они этого не делают. По крайней мере, пока не делают. Может быть, они это сделают когда-нибудь в будущем, если такое произойдет, но пока этого не было. Дальше мы обратим внимание вот на что. Господин Нарышкин, он очень необычный руководитель, он руководитель службы внешней разведки, как мы знаем, но он очень необычный руководитель службы внешней разведки. Он радикально отличается от всех предыдущих руководителей службы внешней разведки. Да. Он слишком публичен. В чем он? Это недопустимо для руководителя внешней разведки. совершенно верно то есть не просто слишком такого никогда не было руководители разведок но по крайней мере советских или российских разведок просто молчали как таковы правила таковы правила никто никогда не давал и комментирование того ни сего этого господина рыжкин очень много очень часто публично по разным поводам высказывается и конечно то что он говорит представить разный интерес но как бы то ни было сейчас я хотел бы обратить внимание на то что он сказал если я не ошибаюсь в июле этого года он сказал о том что у нас очень хорошее отношение с циру это наша партнерская спецслужба ни один российский советский а представитель спецслужб неважно фсбр свр игру совета безопасности путин никогда не при царески не при горбачеве не при ельцине не при никогда циру партнерской спецслужбы не называл и господин на рыжке на это назвал и мы видим ничего не произошло его не уволили его не наказали его не оштрафовали и мы не поставили на вид он продолжает выполнять свои функции и продолжает рассказывать в частности например вот на недавней встрече с путиным он говорил там очередные вещи о том какие ужасные американцы он говорит ну какие ужасные американцы на публичной встрече то же самое время говорит что циру это партнерская спецслужба я бы сказал он не о каждой спецслужбе стран бывшего советского союза так отзывался а циру отозвался то есть например или даже там я не знаю сказать про украинцев естественно такого никогда не скажет не сказал естественно такого не сказал о спецслужбах польши или балтийских государств или даже там европейских государств а циру удостоилась такой высокой оценки естественно возникает вопрос почему и почему вот эти особые отношения исключительная ситуация которая развивается с визитом бернса в москву удостоилась попытки со стороны госпожи стенд как бы так снизить значимость этого визита с тем чтобы люди не обращали на это внимание хотя внимание естественно обращать потому что это абсолютно не рядовое явление и мы уже назвали много факторов свидетельствующих о том что это не рядовое явление где тогда возникает вопрос собственно самый главный вопрос а если бернс да еще что важно бернс находился не только двое суток в москве он летал туда не один он летал оказывается во главе большой делегации в которой входило большое количество высокопоставленных американских должностных лиц и такого рода визиты когда летает даже один директор цру а особенно во главе делегации и во главе большой делегации с разными разными представителями разных ведомств совершенно очевидно не может быть подготовлен организован в последний момент это означает что это этот визит готовился давно он готовился содержательно он готовился логистически необходимо было согласовать с партнерами с российской стороной когда господин патрушев когда господин нарышкин смогут принять провести целый день или полдня или сколько там времени в разговорах это не происходит в последний момент это готовилась задолго до того как визит состоялся и это означает что визит начал визит начали готовить задолго до того как вашингтон пост опубликовала 30 октября вот эту самую статью о концентрации российских войск был слетал в москву 2 3 ноября задолго до 5 5 что это давно подготовленный визит давно готовившийся визит серьезный визит давно согласованный и соответственно не только cnn вводила в заблуждение своей статьей рассказывая о том что бирс был послан байденом для того чтобы предупредить москву о недопустимости концентрации российских войск на украинской территории но это была совершенно явная думовая завеса для прикрытия а суть этого визита содержание этих переговоров являлась другим и тогда последовательность этих событий позволяет нам задуматься они являлись ли публикации вашингтон пост политика foreign foreign policy а cnn уже организованной кампании для того чтобы прикрыть сам визит который был запланирован а и был подготовлен задолго до этого но для того чтобы как бы сказать продать общественности почему в условиях в ситуации такой таких отвратительных отношений между соединенными штатами россии когда нет того нет всего контактов нету риторика очень плохая и почему в такой ситуации целый директор цирруль летает в москву тогда для того чтобы сделать этот визит объясненным и приемлемым в глазах широкой общественности и американской и мировой разыгрывается кампания прикрытия под названием концентрация российских войск на украинской границе которые не могут обнаружить ни украинцы не независимые военные наблюдатели не целая нато ну и даже официальным вашингтон не может этого обнаружить и подтвердить тогда получается еще более интересная история тогда выясняется что это получается что готовится заранее серьезный визит серьезных людей во главе серьезной делегации а визит который происходит не происходит очень редко за предшествующие четыре года трампа его не было никогда а такие визиты происходят только во времена демократических администраций этот визит готовится серьезно долго но надо его как-то прикрыть чтобы люди не находились в шоке и чтобы люди не обращали на это внимание и кстати говоря тогда это объясняет почему американская сторона не сообщила об этом визите мы знаем что американцы вроде бы любят рассказывать о том как они куда летают как с кем встречаются какие вещи сообщают и тут выясняется совершенно необычное явление когда российская сторона 1 сообщает об этом и только с большим опозданием американцы начинают сообщать и выкладывать вот эти эту версию для того чтобы ее повторяли мы видим сейчас средства массовой информации повторяет эту не задумываясь над этой версии говорит что вот бёрд был послан для того чтобы предупредить москву о недопустимости там концентрации российских войск даже не задумываясь о том что этого явления нет и соответственно не задумываясь о том если этого явления нет зачем же перн слетал в москву тогда уместно ли именно в этой части программы в эту минуту поговорить о собственно подоблеки этого всего почему необходима была дымовая завеса для тоже прошел визит мы это поняли но визит этот нужен был для чего и о чем можно предположить имели место переговоры между берсом как представителем байдена уж я не знаю что может быть выше только наверное госсекретарь а это тут спорно относительно человек делает место или место человек таскать до раз безусловно весьма доверенное лицо байдена так о чем же они могли договариваться на ваш взгляд марк вот вы совершенно справедливо вначале так вот размышляют как бы вслух размышляя говоря кто более не важен в нынешней байденовской администрации госсекретарь или директор а вот мы усугубим ваше размышление дополнительными элементами помните мы с вами даже обсуждали это по моему когда в первой половине этого года готовился готовилась встреча между байденом и путином в женире помните мы тогда кажется с вами мы это обсуждали кто готовил этот визит вот визит вышел из двух стран обычно готовишь министр иностранных дел министр и госсекретарь и оказалось что и лавров не блинкин никакого отношения к организации этого визита не имели этот визит эту встречу в женеве полностью содержать на логистические информационные готовили два человека с американской стороны помощник по национальной безопасности салливан с российской стороны патрушев интересно но вообще там никакой роли не играл даже они место выбрали в женеве встречались потом в женеве проходил сам визит блинкин с лавровом сейчас в реке да а кстати говоря да сейчас же мы видим что опять таки происходит судя по всему какое-то нерядовое событие необычное событие где у нас блинкин блинкин нет от слова совсем и между прочим приехавший в москву бернс встречался с патрушевым и нарышкин но не встречался с лавровым кстати говоря ну почему бы ему вот все таки это директор цру там международные отношения страна но почему бы не встретиться не встречался о чем это свидетельствует это свидетельство о том что вопросов относящихся сфере министерства иностранных дел портфеля бернса не было не было вопросов которые можно было бы обсуждать с лавровом лавров как бы мы понимаем кто такой лавров но есть есть традиционная сфера международных международных дел внешней политики дипломатии две крупнейшие страны масса разных вопросов лавров регулярно говорит если лавров не говорит об этом напоминаю напоминает госпожа захарова есть сколько нерешенных вопросов в двусторонних отношениях между москвой и вашингтоном но если приехавший в москву бернс встречался с кем угодно кроме лаврова и об этом даже даже по телефону с ним не поговорил это говорить что в портфеле в папочках дурца не было ни одного вопроса который относится к сфере дипломатии сфере внешней политики сфере международных отношений сфере двусторонних отношений по крайней мере тех отношений которыми занимаются гражданские мы поднимаем всю условность этого названия но тем не менее гражданские министерства миссии гражданское министерство иностранных дел россии тогда возникает еще больше вопрос подождите а что же тогда у него было в этом пакете что у него было в чапочках что не было в этом портфеле что потребовало обсуждение своими партнерами и еще с какими-то партнерами о которых мы еще не знаем в течение двух суток логично и тогда мы должны посмотреть что нам рассказывать про визит бернса мировые средства массовой информации если вы посмотрите все что можно посмотреть мы не найдем ответа на этот вопрос есть есть официальные сухой сухие сообщения кстати постепенно нарастающие с американской стороны с российской стороны вот эти два сообщения и все то есть одна строчка от патрушева одна строчка от марышкина больше ничего никаких утечек нету и только через несколько дней песков на заданный ему вопрос было был было ли общение бернса с путином сказал да такой разговор состоялся точка то есть не это не просто скупо предельно скупо американская сторона постепенно увеличит объем информации об этих визитах то есть вначале они молчали потом сообщили что это было потом назвали одну тему потом вторую потом третью и так далее но очень скупая информация а без каких-то расширенных утечек ничего подобного тому что вашингтон пост написала про концентрацию российских войск ничего по этому поводу нет ну казалось бы если вашингтон пост такая проницательная и знает сколько танков и артиллерийских орудий находятся на базе в ельне почему бы не получить утечку из белого дома о том с какой целью бернс летал в москву он просто сладкий пирожок почему бы не опубликовать почему бы политика которая мы сейчас наверное самое близкое издание к байденовской администрации которой есть много контактов в том числе и личных в белом доме почему бы не опубликовать под именем без имени со ссылкой на неимные источники со ссылкой на собственные домыслы на все что угодно информация о том что они обсуждали этого нет нет ничего есть только сухие официальные темы перечисления поскольку остались только сухие темы давайте посмотрим что говорят они что они называют какие темы обсуждали вопросы стратегической стабильности двусторонних отношений контртеррористической деятельности кибербезопасности и региональные вопросы пять направлений теперь попытаемся расшифровать что может стоять за этими явлениями значит ну вопросы там кибербезопасности это тема которая является очень популярной в последние несколько месяцев потому что Байден неоднократно обращался к Путину с просьбой решить вопрос киберпреступников которые мучают американские компании занимаются вымогательством нападают там различные сайты мы все это знаем какие результаты мы помним когда в июле Байден позвонил Путину после Женевы и сказал что там вот киберпреступники нас успокоят и обещал решить этот вопрос помним через трое суток как эта компания в этом Даркните исчезла да мы это обсуждали и по тем утечкам которые да она Москва уже разные Москва их просто убрала просто переложила в другой ящик вот смотрите это было в начале июля этого года сейчас у нас там в десятых числах июля сейчас у нас десятые числа ноября прошло 4 месяца вы слышали о каких-нибудь новых кибератаках на американскую землю не было то есть смотрите как получилось в начале эти киберпреступники донимали Америку затем Байден обратился один раз к Путину обратился второй раз Путин сказал я решу этот вопрос и решил вопрос ну по крайней мере на сей момент о чем это говорит это говорит во-первых о том что тактика или стратегия скажем так ласкового шантажа со стороны Путина сработала Байден обратился Путин стал нужным Байдену по одной конкретной по крайней мере по этому направлению достигнуто взаимопонимание достигнуто соглашение Путин решил эту проблему сейчас работает высокая высокая группа по гибербезопасности с участием американской и российской стороны чем они занимаются как они занимаются это безумно но об этом слив был тоже в американской прессе что оказываются конфиденциальные приговоры по поводу хакерских атак и вообще взаимодействия в киберсфере не прекращается по-моему об этом New York Times или кто-то опубликовал буквально там неделю назад это тоже как-то прошло полузамечено да но ничего подобного тому что было вот до этого весной и в начале лета когда там были атаки когда там были атаки вот ничего такого нету никаких таких сообщений нету то есть похоже на один как моду сверенди по сотрудничеству а вот вопросом как у вас предсказуемых стабильных предсказуемых вот вместо нестабильности и непредсказуемости характерной для первой половины этого года в этой сфере возникла стабильность и предсказуемость и это результат вот и той политики которая проводилась с одной стороны встречи сейчас нормальные отношения боковые stone но это стандартные вещи разговоры переговоры об оружии и так далее. Те отношения, которые были приостановлены при Трампе, который отказывался подписывать СНВ, договор об СНВ, и который тут же немедленно был подписан Байденом, что подарило Путину там несколько сот миллиардов долларов просто подарка. Что значит позволяет ему не тратить эти средства на обновление, модернизацию средств стратегического наступления. Удачно, благоприятно. Что еще? Региональная проблематика. Ну, здесь, естественно, возникает вопрос, прежде всего, Украина. Но, как мы понимаем, и по поводу Украины, значит, здесь возникает такой вопрос. Значит, если нет концентрации войск, это вряд ли было предметом обсуждения, потому что это для нас, тех, кому предлагают вот этот дезинформационный продукт, кажется, проблема. Но они-то знают, что этого нет. Поэтому этой проблемы нет. Но есть другая история, о которой уже в этой части сообщают российские средства массовой информации. После встречи с Нулом, как вы помните, господин Козак сказал, что он полностью поддерживает позицию России по Минским соглашениям. То, с чем не согласна Украина. Сейчас, после визита Бернса, кто об этом сообщил? Об этом сообщил не Патрушев, и об этом сообщил не Нарышкин, об этом сообщил Лавров. Лавров был проинформирован, пробрифингован о том, о чем говорил Бернс. Бернс полностью согласен с российской стороной о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения. Более того, появились сообщения о том, что Бернс якобы согласился с российским предложением о политической автономии для Ордло. И тогда, получается, да, тогда на украинском направлении то, что было начато Путином в Женеве, с чем Байден согласился в Женеве, и о чем последовательно тогда подтвердило Нуланд еще в июне, потом, значит, косвенно через Козака подтверждается в октябре, и сейчас, в ноябре, через Бернса получается, что американская администрация поддерживает Путина в деле Минских соглашений против Украины и в деле еще политической автономии для Ордло. Причем следует отметить, что в рамках официальных заявлений ни Нуланд, ни Бернс не сказали ни слова. И возникает вопрос, почему они молчат, почему ни они, ни даже, допустим, пресс-секретарь Псаки не выскажутся и скажут, нет, господин Козак не прав, никакого подтверждения с американской стороны Минских соглашений нет. Или какая-нибудь госпожа Жан-Пьер не скажет, нет. То, что сказал Лавров относительно согласия Бернса по политической автономии для Орла не соответствует действительности. Или вообще скажет, появившиеся публикации по этому вопросу не соответствуют действительности. Но этого нет. Американская сторона официально молчит. омолчание, как известно, у нас знак согласия. По крайней мере, возникает вопрос. По крайней мере, тогда становится отчасти более понятным, почему после возвращения из Москвы господин Бернс встретился с господином Ермаком. Да. О чем, кажется, еще никто не сообщал. Но я понимаю, что украинскую сторону сильно интересуют результаты визита в Москву. И о чем, собственно говоря, Бернс договаривался со своими российскими коллегами. По крайней мере, по украинскому направлению. Потому что, опять-таки, официальная версия, которая предложена, не соответствует действительности. Интерес украинской стороны совершенно понятен. Но нас продолжает интересовать все-таки главное содержание переговоров. Является ли украинский вопрос и украинская ситуация той темой, главной темой, ради которой Бернс летал в Москву. Но мы понимаем, что такого рода визит, визит директора ЦРУ, который случается, как мы видим, иногда один раз на весь четырехлетний президентский цикл, а в некоторых случаях не происходит вообще, должно быть что-то очень важное, прямо скажем, экстраординарное, для чего директор ЦРУ поехал бы в Москву. Является ли вопрос политической автономии для Орло или там Минские соглашения для Украины такого рода вопросом? Я выскажу свое глубокое сомнение в том, что это является. Да, в качестве дополнительного вопроса наряду с некоторыми другими, да, можно включить, но это не является главным вопросом. Мы по-прежнему не знаем главной темы переговоров Бернса в Москве. Продолжение следует...